испанец красавчик вообще красавчик он первый под каждым комментарием короче под каждым притосом и все время чего-нибудь хорошее такое заворачивает прям я не знаю кто ты испанец но я понимаю это русский мне кажется русский вот но спасибо тебе life life кайф начали работу в нашей новой мастерской все начинается замеров из проектирования это всегда самый сложный процесс обычно выглядит так мы вот собираемся я рост вся там наша банда творим друг на друга материмся как правило спорим посылаем друг друга но и к чему-то потом приходим так и получается нам нужно контент создать давай подеремся давай прикольно а ты планшет взял записывать ты не говорил там ручку надо потряхивать так это тогда было на потолке и редкие кадры когда ростислав разговаривает запечатли их многие даже не слышали в этот раз мы решили миновать этот весь процесс вот это все глупостей лишь мы друг на друга сейчас не орем мы позвали для всех этих дел дизайнер то есть человек который специально этим занимается это ольга фольгой давно работаем мы обязательно контакты все будем оставлять чем активно развиваются ну и соответственно помогут нам создание вот этого офиса чтобы у нас было не просто мы там что-то там наляпали а все было круто и красиво а также здесь будут располагаться стеллажи с с демонстрационными элементами далее мы переходим в интересное помещение вот у нас начнется с этой мастерской и через неделю я сюда уже затяну верстак инструмент торцовку и мы начнем здесь потолки лепить вы же видели наверно еще сломанную версию офиса а сейчас тут уже немножко все апгрейдилась по штукатурили короба разломали а танузел построили на моле предложила хороший вариант с кухни сейчас тоже мы поставим скорее всего только нижние ящики а здесь просто сделаем одними панелями такими доверху будет смотреться офигенно лофтово короче обеденный стол все красиво пойдем про покажу вот оля тоже быстро зашла нас разрулила потому что мы здесь что только не придумывали мы поставим здесь у технологов три стола и для заказчиков мы с этой стороны поставим стулья наконец-то потому что у нас сейчас когда заказчики там приезжают сидит технолог рядом садится как за партового заказчика него сидят вдвоем что там делают это неправильно мы это переделаем то есть технолог будет сидеть спиной грубо говоря к стене и дублировать экран заказчику соответственно два заказчика могут больше понятному добавим стульев располагаться этой стороны там мы сделаем место для менеджера потому что нас светик постоянно мучает проходит звонок в офис и в этот момент всем все надо обсудить это не сидят в одном помещении и всем все надо обсудить и бедный светик просто там где-то под столом уже заказчику здравствуйте меня зовут светлана команда один потолок поэтому я чуть отсадим в эту сторону здесь мы хотим эту зону ничем не занимать мы здесь поставим наши ящики того чтобы показывать образцы заказчикам вот 8 ящиков здесь мольберты новые которые начали заготавливаться станут там что-то расположим короче будет такая вот информативная конкретная зона будет интересно а насчет входной группы это кстати то помещение которое заставило нас позвать дизайнер потому что вот чтобы просто понимали вообще абсурдностью у роста в голове было вот так вот две лестницы делать вот так то есть короче играет такая бальная музыка заходит рост шикарном платье на каблуках и начинает спускаться и кабинет здесь просто будет большой стол переговорная на 6 мест телек шкафы сейф ну в общем все в таком формате все вот этот который вот этот сейф который это что там ластик хранишься у тебя никто не спер вот эту стену хочу в хаки цвете короче вот мне нравится хаки цвет прям вот я не знаю почему так ночью мне нравится и короче мы прям граффити забацаем один потолок будет офигенно мне так кажется все остальное мы покрасим в такой сероватый цвет но светлый у нас вот это помещение съемочный нам постоянно света не хватает и должно быть прям ярко 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 чтобы было много света надо не только поставить мощную ленту но и грамотно подобрать стены то есть если мы сейчас закрасим с вами все в черный цвет и поставим ленту допустим думлайтовскую такой мощная лента на моей памяти одной из самых мощных лент который мы ставили если я сейчас не ошибаюсь 3 200 люмен выдает это очень большой показатель но это показатель света который выходит из ленты а освещение но очень по-хорошему в люксах смотреть то есть если у нас черные стены у нас вышло 3 200 люмен и в люксах мы там получили ну совсем чуть-чуть вот потому что очень много на себя берут стены если стены будут светлые то в люксах мы получим намного больше поэтому нам придется к сожалению делать светлые стены как минимум три и одну хаки стену такую вот вообще должна получиться такая бандитская короче ну как не бандит сказать слов неправильно такая мужская короче брутальная мастерская это должен быть хаки это должно быть граффити по-хорошему даже какие-то там матерные надписи на стенах но типа не просто там до три буквы вот а какие-то и прикольные классные мотивационные там не знаю ведь есть же всякие вот мы их сюда воплотим да что ты черт побери такое несешь а ты в чем потом рисуешь ты чапи или в ревете давай мы команда как вы здесь вот это как-то мы тогда еще барменами работали я думал такой буду на скейте короче ездить на следующий день выхожу у нас от дома такая горочка была но я бля я стал я фильмах то видел на сука прям плашмя короче лежал наверное минут пять втыкал и все больше скейт не использовал в общем дизайнеры все обсудили оля большая молодец она нам все подсказала рассудил у нас нарисовала нам коллажи прикольные которые мы соответственно здесь будем дальше воплощать по всему офису но конкретно нас мы все-таки с вами на потолочном канале и нас больше с вами интересуют потолки поэтому все моменты с покраской мы закончили помещение готово собственно к монтажу на этой неделе мы будем уже оборудовать мастерскую мы поедем заказывать на чипу вот этот большой большой верстак я его уже начал прорисовывать но мы вам все это поподробнее покажем мы начнем сюда перемещать весь наш материал начнем сюда варить студию и соответственно собственно собирать потолки вот в таком неспешном формате и все внимательно показывая вам я думаю с этим выпуском закончим все всем пока а Продолжение следует...